Все, о Reaper 5 с Кенни Джоя Урок пятнадцатый Блокировка Хорошо, теперь посмотрим на блокировку в Reaper Блокировка включается и отключается нажатием кнопки на тулбаре Панель инструментов Вот тут Или через меню Зайдите в опции И вот тут блокировка И вот тут видно, что блокировку также можно включить с помощью клавиши L А комбинация клавиш Shift-L вызывает окно параметров Так что нажмите L И блокировка активирована Кнопка становится белой Повторное нажатие отключает блокировку Нажмите Shift-L, чтобы вызвать окно параметров Вот оно Здесь можно выбрать параметры, которые будут заблокированы То есть включение блокировки не блокирует абсолютно все Только то, что мы выберем в этом окне Давайте пройдемся по всем параметрам Первый параметр блокирует выделенную область проекта При отключенной блокировке мы можем выделить область проекта И мы можем сделать другое выделение Или отредактировать выделение Но только если блокировка отключена Но если мы нажмем L, то выделение мы уже не сможем редактировать Не можем менять его, не можем создавать новые Операция выделения заблокирована Это полезно на этапе редактирования Например, мы работаем над каким-то фрагментом И мы редактируем его в пределах этой области Не хотелось бы случайно изменить область выделения При отключенной блокировке мы можем выделить другой фрагмент и работать с ним Мы можем сделать выделение, заблокировать его И работать с нужной областью проекта Выделим item, вырежем из него кусок на разных треках И мы не потеряем нужное нам выделение Окно с параметрами можно также вызвать, сделав правый клик по этой кнопке Кроме области выделения, мы можем отдельно заблокировать границы лупов По умолчанию, лупы и области выделения блокируются вместе Если вы зайдете в опции То вот тут отмечено, границы лупа привязаны к области выделения То есть границы лупа совпадают с границами выделения Вот выделенная область И это также границы лупа Но их можно разделить Для этого снимите отсюда флажок Теперь мы можем создать луп, протащив мышку по линейке Вот наш луп А выделенная область здесь Для ее создания нужно протащить мышь в свободной области айтемов Вот так То есть теперь они разделены Редактировать мы можем здесь А луп у нас здесь То есть когда они у нас разделены И блокировка включена Мы можем заблокировать только область выделения И теперь мы не можем ее изменить А луп мы можем менять Вот тут Можем сделать наоборот Заблокируем границы лупа Но не границы выделения Теперь выделение можно редактировать А границы лупа заблокированы Но это работает только тогда, когда у вас разделены области выделения и лупы Вот здесь По умолчанию они связаны Следующий параметр — айтемы Все Выберем его Блокировка включена Теперь все айтемы нашего проекта заблокированы Мы не можем их ни перемещать, ни редактировать, ни обрезать, ни делать фейды Видите, айтемы стали серыми Это полезно, когда вы не хотите ничего менять Например, кто-то вошел в комнату, и вы не хотите, чтобы он что-то натворил с вашим проектом Или если у вас, как у меня, есть кот, который любит ходить по клавиатуре Это опасно для вашего редактирования В этом случае вы можете заблокировать все айтемы, выбрав вот этот параметр Но чаще всего нам не требуется такая глобальная блокировка Не очень гибкий вариант Но следующие параметры как раз-таки и дают большую гибкость Например, вот этот параметр не позволяет перемещать айтемы вправо-влево Выбрав его, мы уже не можем перемещать айтемы горизонтально Не можем менять их тайминг Что полезно в том случае, если вы завершили этап редактирования И вы не хотите нечаянно захватить какой-нибудь айтем и передвинуть его В этом случае мы можем заблокировать только этот параметр Мы также можем заблокировать вертикальное перемещение айтемов При выборном вот этом параметре вы не сможете перемещать айтемы вверх-вниз Не сможете поместить один айтем поверх другого Горизонтальное перемещение возможно, но вверх-вниз айтемы переместить нельзя Например, нельзя их перемещать на другие треки С отключенной блокировкой мы можем поместить айтем поверх другого Но если блокировка включена, мы не можем это сделать Айтем остается на своем треке Далее мы можем заблокировать только границы айтемов Выбрав этот параметр Мы больше не можем подрезать айтемы вот здесь Видите, указатель мыши даже не меняет свой вид Отключаем блокировку Указатель принимает вид инструмента подрезки И теперь мы можем подрезать айтем А если мы включим блокировку клавишей L Инструмент для подрезки краев не включается Это тоже полезно, когда вас устраивает редактирование И вы не хотите случайно обрезать края айтемов Следующий параметр блокирует создание фейдов и перемещение рукоятки громкости Выберем его Выключим блокировку Теперь мы можем создать фейд вот так Можем его отрегулировать Можем изменить громкость айтема вот так Видите, курсор изменился Теперь мы можем опустить громкость или поднять ее Но при активированной блокировке Мы этого сделать не сможем Вид курсора не меняется Ни создавать, ни редактировать фейды уже нельзя Этот параметр нам тоже не позволит изменить что-то случайно Следующий параметр работает с маркерами растяжения Я о них еще не рассказывал Но давайте все равно выберем этот параметр Блокировку выключим Для создания маркера растяжения нужно вот так кликнуть и нажать Shift-W Вот так создаются маркеры растяжения Затем, захватив их мышью, мы можем растягивать айтемы Регулируя их тайминги Но если мы уже все отредактировали И результат нас устраивает Мы не хотим случайно что-то испортить И при включенной блокировке Мы не можем больше регулировать эти маркеры Выключим Можем редактировать их Отменим все Следующие параметры относятся к огибающим айтема и трека Об этом я вам тоже еще не рассказывал Но вкратце покажу сейчас Огибающую айтема можно создать, сделав на нем правый клик Затем нужно зайти в Take, Дубль И вот тут выбрать Огибающие дубля Построим огибающую для высоты звука И теперь мы можем нарисовать огибающую высоты Прямо на айтеме Затем огибающую можно отрегулировать, перетаскивая ее мышью Но при включенной блокировке Вы не сможете это сделать Блокировка не дает вам регулировать огибающую дубля или айтема Потому что мы включили это вот тут То же самое с огибающими трека Для создания огибающей трека нужно выделить нужный трек И нажать клавишу V для создания огибающей громкости И вот появилась огибающая громкости для данного трека При отключенной блокировке мы можем нарисовать огибающую Вот так создается автоматизация громкости для данного трека Но с включенной блокировкой мы не можем регулировать огибающую Равно как и создавать другие Потому что отмечен вот этот параметр, огибающий трека Мы также можем заблокировать регионы, маркеры и маркеры музыкального размера Об этом я тоже еще не говорил, но покажу сейчас вкратце Для создания маркера нужно кликнуть здесь Сделать правый клик и выбрать вставить маркер И в этом месте появится маркер Можем назвать его первый куплет И вот наш маркер И с отключенной блокировкой Мы можем его перемещать, вот так Можем менять его положение Можем удалить его Но теперь включим блокировку Создадим еще один С включенной блокировкой Мы с маркером ничего не можем делать Не можем ни изменить его, ни переместить, ни удалить И то же самое с регионами Выключим блокировку Выделим вот эту область И сделаем эту область регионом Для этого сделаем правый клик И вот здесь создать регион в месте выделения Мы можем назвать его Первый куплет Вот так мы создали регион Мы можем его регулировать, вот так Менять его границы А можем захватить регион И переместить все его айтемы Переместим его сюда Айтемы переместились Но с включенной блокировкой Мы не сможем это сделать Не регулировать, не удалять, не перемещать регионы Мы не можем Регион заблокирован И то же самое с маркером размера Создадим его в этом месте Правый клик Ставить маркер темпа или размера Эти маркеры нужны для изменения темпа песни Один сделаем здесь Другой здесь С отключенной блокировкой мы можем их перемещать Переместим этот маркер И этот Но с включенной блокировкой мы не можем регулировать маркеры Мы не можем их перемещать Не можем их удалять Вот какие параметры можно заблокировать в репере Эту функцию можно сделать особенно мощной, если для каждого параметра вы назначите горячую клавишу Активируем блокировку И зайдем в действие В фильтре наберем блокировка И для каждого из параметров блокировки есть отдельное действие Айтемы все Края айтемов Огибающие айтема Фейды Маркеры растяжения Каждый из этих параметров можно заблокировать с помощью клавиш Нажмите эту кнопку Введите сюда нужную клавишу И вот так вы создаете пользовательскую команду именно для этого отдельного параметра То есть нажатием одной клавиши мы можем блокировать и разблокировать каждый из этих параметров То есть можно заблокировать отдельный параметр нажатием одной клавиши Я лично так и делаю Обычно вот эти три параметра у меня все время включены Потому что когда я создаю маркеры и регионы, я обычно не редактирую их А если мне понадобится это сделать, я просто снимаю блокировку Перемещаю их куда мне нужно И снова блокирую То есть эти параметры у меня всегда заблокированы А когда мы завершили редактирование и готовы к сведению Я снова открываю это окно И отмечаю Запретить горизонтальное перемещение Вертикальное перемещение Края айтема И маркеры растяжения Потому что если я использовал маркеры растяжения в барабанных партиях Я не хочу случайно их изменить Так что если я готов к сведению, я могу включить эти параметры И больше не беспокоиться, что я могу куда-то кликнуть и переместить какой-нибудь айтем Горизонтально или вертикально Или случайно обрезать какой-нибудь айтем Если нужно сделать фейд, я могу сделать его вот так Вот так я сделал фейды для гитар И вот так могу их регулировать Я могу изменить уровень хай-хета Или малого барабана Такие вещи могут понадобиться на этапе сведения А если уже на этапе сведения Мне захочется что-то отредактировать Я просто отключаю блокировку Клавишей L Я могу перемещать айтемы вертикально Могу редактировать мои маркеры В общем, надеюсь, вы теперь понимаете, насколько полезна блокировка Это не какая-то странная функция, которая никому не нужна Она действительно полезна, если вы боитесь случайно испортить свой проект Вот как работает блокировка в Риппере Поехали дальше Субтитры добавил DimaTorzok